здравствуйте дорогие друзья меня зовут илья и сегодня мы с вами продолжаем диалог о языке раз жизнь конечно с продолжает бить ключом по голове в общем остается только я думаю продолжать работу так что сегодня у нас пятый урок мы будем говорить о стракт и нам мы с вами порешаем задачи растлингс в принципе эта тема не тоже очень сильно сложная но чрезвычайно важная собственно потому что и страх и и нам используются очень и очень часто начнем со страх то с какой-то стороны можно сказать что страх это пожалуй самое близкое к классам что наверное есть в данном языке классов тут как бы нет как таковы но в принципе на основе страх и там некоторых других фич можно сделать что то что на классы похоже но по факту страх это просто набор каких-то данных которые вместе упакованы и у каждой структуры данных такой могут быть свои соответственно поля со своими именами типами это похоже например на объекты в js да к примеру но давайте посмотрим типичный пример структуры данных который называется то есть машина и тут мы видим что у нас есть такой набор полей да то есть там бренд максимальная скорость количество бензина которое туда может влезть здесь глаз это не конечно тот глаз который у нас в эфириум да то что я знаю что многие зрители еще контракты до разрабатывают общего у всех вьетнамские флешбеки сейчас начнутся про газ в эфириум но нет это естественно бензин а вот также количество бензина на данный момент и сколько мы там потребляем например на 100 километров то есть мы например можем создать новую машину скажем вот следующим образом причем можно ее делать как мьюта был можно и делать как и мьюта то есть по дефолту она будет тоже и мьюта просто пишем название структуры данных и заполняем вот наши поля на следующим образом простом случае мы должны использовать именно стринг то есть просто стр тут особо использовать не получится если только не задействовать несколько более там продвинутые вещи про которые мы еще не говорили поэтому пока будем использовать вот так вот именно стрит для того чтобы обращаться к полям вот этой вот структуры данных можно использовать нотацию с точкой в духе того опять же что мы делаем в том же js но давайте проверим как это у нас все работает скажем каргран кстати вот видите терминал все немножко так обновил можете посмотреть в канале телеграме там рассказываю что я использую для терминала windows ну и вот у нас принципе вся эта информация тут выдается также мы можем попытаться вывести информацию о машине как бы в целом вот так но сейчас это не сработает к сожалению почему потому что он не очень понимает то есть как это надо выводить ну правда он здесь объясняет что надо сделать чтобы это заработало и для этого перед стракт нужно написать вот такую штуку вот прям ровно так это на самом деле такая вещь как трейд про трейд мы еще особо не говорили то есть это что-то вроде качества да то есть что обучен делать этот стракт условно говоря про трейд будет отдельный я думаю урок но суть здесь заключается в том что мы научили этот стракт выводиться в терминал для там дебагинга условно говоря и теперь здесь видите написано там один implementation то есть для этого стракта есть вот какая-то реализация которая зашита там в трейд и который собственно называется там дебаг то есть теперь это должно у нас работать и если я заново это запущу то я увижу что у меня в таком красивом виде мой стракт выведется на экран вообще-то когда мы вот так вот эти стракт объявляем мы не обязаны именовать наши поля то есть при желании мы можем сделать стракту которого поля не именованы то есть например вот так можно сделать это допустимо то есть просто мы говорим что у нас будет структура color с тремя полями каждая поля и 32 но имена этих полей нету тоже бывает иногда полезно и кроме всего прочего можно даже при желании создать там структуру которая вообще полей не имеет то есть она имеет просто к ими и все теперь как мы с этой структурой данных можем работать ну что мы вообще с ней можем делать давайте предположим что мы хотим проехать на нашей машине какое-то расстояние и соответственно после того как мы на ней прокатились у нас количество бензина должно уменьшиться в баке поэтому скажем что поехали ну едем я не знаю пока там на 40 километров скажем драйв и скажем что здесь мы принимаем машину и для данной машины мы скажем мьютабл потому что я хочу в этой же функции количество бензина изменить поэтому здесь я пишу мьют и тут я тоже пишу мьют вот что касается distance это может быть f64 это может быть f32 ну наверное в 32 и затем вот давайте так драйв этот наш вызовем здесь мы можем сделать такую конвертацию до через с мы его видели на прошлом стриме в первую очередь было бы неплохо понять сколько бензина на каждый километр мы тратим поэтому здесь давайте создадим вот такую переменную и просто поделим газ консампшен на 100 потому что мы предполагаем что здесь у нас расход на 100 километров до делим на 100 получаем расход на каждый километр после чего мы можем просто сказать что у нас всего газа потратится вот столько вот на такое-то расстояние и дальше что мы можем просто сказать что если потратится больше чем у нас вообще например есть то можно там сказать что там недостаточно бензина или что там надо на поднадозаправку будет съездить если же там все хорошо то мы едем и потом говорим что количество бензина у нас снижается вот таким вот образом но сейчас чего здесь мы вообще видим что вот эта функция drive она в общем напрямую не привязана к этой машине то есть как бы функция сама по себе данные сами по себе с одной стороны ничего страшного с другой стороны не очень удобно но потому что на каждой машине можно очевидно ездить да и санок не сломано и наверное мы хотим чтобы не вот так это все-таки мы писали а что-то в духе вот такого то есть мы писали бы drive и туда уже передавали там distance например не функция а метод как это сделать в раст на самом деле очень просто потому что у стракты на самом деле не только у стракт есть такая вещь как имплементейшн собственно здесь мы один имплементейшн видели но мы его просто подключили уже готовый но мы можем делать собственно имплементейшн для этого пишем слово импл и пишем название структуры данных для которой я хочу от имплементейшн написать и внутри этого имплементейшн будем создавать методы дорогие друзья на самом деле по дефолту большинство этих методов в качестве первого аргумента всегда будут принимать собственно говоря тот ну скажем объект да ну ту машину о которой идет речь поэтому часто мы будем видеть что-то вот в таком духе но тут мьют может не быть естественно если мы там не хотим текущую машину здесь изменять но в данном случае мы хотим потому что в drive мы там меняем количество газа вот а дальше он просто пишем опять же там distance f32 теперь мы можем его без проблем вызвать на вот наши вот этой вот карта то есть иными словами он по дефолту возьмет вот my car и подставит как первый аргумент вот сюда вот ну self это просто специальный шорткат чтобы каждый раз тут не прописывать явно название вот этой вот структуры и теперь внутри мы можем точно такую же сделать реализацию только заменить соответственно car на self вот и все то есть сама функция она будет такой же давайте закомментируем это давайте закомментируем оставим сюда следующий программный код то есть все то же самое единственное что формулу для расчета бензина за каждый километр я тоже хочу вынести в отдельный метод и выглядеть он будет следующим образом то есть он тоже принимает self но в данном случае он возвращает f32 вот в таком вот виде но это естественно еще не все потому что очень часто например в такие implementation добавляют метод типа там build или new который позволяет просто более удобно создавать новые структуры то есть к примеру я могу здесь просто добавить вот такой вот метод new посмотреть он очень простой который принимает набор информации которые хочу в структуру данных запихнуть и в качестве результата он просто возвращает self ну то есть короче говоря новую машину здесь мы тоже можем кстати писать self хотя можно писать и car и дальше мы вот такую вещь делаем на что здесь кстати еще надо обратить внимание что вот этот max speed это название поля да и значение у него должно быть равно тоже max speed только это переменная и я могу написать это так но мне скажет что ты можешь это как бы упростить то есть если у тебя имя поле совпадает с названием переменной которая в этом скупе как бы видна то мы можем просто избавиться от этого дублирования просто взять max speed тогда он поймет что речь идет об этом поле и нужно присвоить этому полю значение такой-то переменной теперь мы можем сказать что у нас появляется там скажем еще одна машина ну давайте где-нибудь вот здесь так вот сделаем мы можем сказать что там volvo с максимальной скоростью такой-то но и со всей другой информацией и тоже эта машина у нас благополучно будет создан но и еще один вариант того как можно создавать новые структуры на основе уже существующих предположим я хочу создать машину под номером 2 но она должна быть очень похожа на машину 1 то есть это тоже volvo с такой же может быть скоростью но может быть там я не знаю пустой бак например как я это могу сделать если могу конечно просто эту строку от дублировать я могу сделать иначе могу написать здесь корр потом прописать те поля которые я хочу чтобы отличались например там current gs будет у меня 0 после чего ставим две точки и добавляем 100 машину на основе которой я хочу создать вот эту новую структуру запятую мы тут не ставим и точки должно быть именно две потому что например джейс их там 3 до помню ставится если я не ошибаюсь здесь именно две то есть что он сделает он возьмет все поля которые есть вот в этой машине их сюда как бы вставит но соответственно current gs как бы переопределяем а все остальные значения здесь будут ровно такие же соответственно тоже можно эту информацию выдать на экран ну запускаем еще раз и смотрим что у меня действительно это работает вот единственное отличие она собственно вот здесь ну и по аналогии можно создавать любые другие методы например можно создать метод который там говорит что быстрее ли текущая машина чем какая-нибудь другая то есть мы можем сказать что вот значит моя текущая машина другая машина здесь смотрите что можно стракт тоже указывать вот так как тип данных без проблем и здесь у нас выходит булева значения как результат и мы просто делаем вот такое сравнение ну и дальше мы можем просто относительно майкар вызвать фастор и передать сюда вот значение кар 2 которые мы здесь с вами только что создали в общем то это более менее все то есть мы сами поняли как структуры делать как с ними работать можно еще попрактиковаться самостоятельно теперь давайте создадим другой файлик main и в нем мы поговорим о такой вещи как и нам что такое и на то и нам это по большому счету такой кастомный тип данных с помощью которого можем говорить что вот такая переменная может иметь только вот такой фиксированный набор значений к примеру я могу создать и нам order то есть здесь мы статус какого-то заказа отслеживаем и статусов может быть ну вот какое-то количество что там я не знаю доставлен открыт какой-то диспьют там так далее то есть вот что у нас получается что у переменных которые принадлежат к этому типу может быть только четыре возможных значения но это сравнить это с тем что там у булевых переменных может быть только два значения тут 4 это довольно удобно это тоже часто встречается опять же в некоторых языках тип солидите такое тоже есть теперь я могу сказать что у меня появляется статус который например записывается вот так как send здесь я тоже могу кстати сразу добавить вот такой вот дебаг чтобы можно было выводить эту информацию на экран может быть напишем какую-то отдельную функцию которая это будет делать там она будет принимать вот этот статус здесь у нас тип тогда будет order status это тоже мы будем использовать borrowing и мы скажем выведем нет на экран теперь в демо я могу вот этот мой статус просто-напросто вот так пробросить запустим это еще раз посмотрим что получится на экран пишется просто send очень класс а при желании кстати сказать и нам и struct можно комбинировать никаких проблем то есть если у меня например есть структура данных заказ то одно из полей может как раз называться статус мы можем сделать вот так вот создать эту структуру у меня тогда будет клиент который заказ сделал а статус это как раз будет и нам дальше мы можем просто этот заказ следующим образом создать заполнить поля для статус можно писать через двоеточие можно не писать потому что название поле переменные они опять же одинаковые ну и дальше если мы хотим order выдавать на экран то не забудьте добавить дебага иначе это он напечатать не сумеет вот теперь все это запускаем и видим что вот у нас здесь все это тоже работает но при этом надо понимать что эти и нам они несколько более мощные чем в ряде других языков например в том же solidity потому что здесь при желании к этим значением можно пристыковывать дополнительную информацию то есть например если вы хотите чтобы в статусе диспьют еще указывалась причина того почему вообще диспьют был открыт то есть почему клиент высказывает претензии здесь можно вот так написать стринг и в этом случае сюда можно вот эту строку будет без проблем пристыковать мы можем тогда сказать что я создаю новый статус диспьют это сюда я просто добавляю вот эту вот строку как обычно и она там тогда тоже будет содержаться как это в итоге выглядит вот так вот тоже очень на самом деле удобно на потому что если нужны какие-то дополнительные данные чтобы все это было как бы вместе да вот эта типичная история как это можно реализовать даже больше того у этих значений да например у paid может быть не просто какое-то поле поле именованное условно говоря то есть я могу сказать что там amount и вот такое число то есть сколько было заплачено обратите внимание что в данном случае нужно использовать фигурные скобки если у вас просто тип данных тогда круглые это тоже довольно важно теперь если мы создадим еще один статус например там paid то при его создании мы в фигурных скобках говорим что amount вот такой вот давайте сохраним это перезапустим и мы увидим что действительно это поле у нас тут присутствует больше того для вот этих адамов тоже может быть свой имплементейшем и например здесь можно написать функцию информационную которая будет принимать вот этот и нам и мы будем делать например матч то есть мы будем проверять значит что у нас там прилетел за селф потому что статус может быть разный и мы видим что эти статусы ну отличаются несколько потому что тут есть строка тут вообще ничего нет а тут дескать есть вот amount как мне этот amount во-первых оттуда вытащить и как мне узнать что мне прилетел именно там статус paid а не какой-то другой очень просто мы пишем что там селф поид потом мы можем делать вот такое деструктурирование грубо говоря не сказать что за заказ был заплачено вот столько вот и как вы понимаете во всех других случаях мы можем покрывать все возможные статусы которые у нас там присутствуют вот таким вот образом опять же обратите внимание что если поле у нас тут именованы это фигурные скобки если не именованные то круглые вот так вот и в случае match здесь мы должны покрыть все возможные статусы то есть у нас счет не хватает он будет сразу ругаться что ты забыл про delivery то есть частично здесь покрывать нельзя можно только полностью то есть вот у нас сами получается такая функция инфа которую мы можем использовать но я не знаю например вот для этого статуса сказать вот так вот инфа теперь он должен вывести на экран информацию что до заплачено вот столько вот у и последнее что здесь хочу сказать что общем про который мы с вами уже немного говорили в прошлых уроках это по большому счету тоже и нам помните дам такую штуку как общем задействовали когда нам нужно было сказать что значение может быть а может там и не быть то есть еще раз я напоминаю что там на у нас в раз нету зато мы можем писать сам и на давайте вам напомню как это делается то есть мы можем сказать что вот у меня есть значение которое я откуда-то получаю если она есть то тип данных это например а и 8 но может его и не быть если я хочу сказать что она есть то я тогда пишу сам и собственно говоря ну вот само число то есть вот здесь круглых скобках я пишу вот тот тип данных о котором тут идет речь то есть данном случае мы понимаем что значение таки присутствует вот хотя я могу с тем же успехом сказать что его нету я могу сказать что просто нам в этом случае она у нас отсутствует и дальше можем просто писать какие-то условия проверять что есть значение или нет значения и на самом деле вот этот option это тоже и нам просто он уже за кулисами для нас создан он встроен в язык и мы можем его использовать напрямую он там построен на немножко более сложном принципе про который мы там тоже будем потом говорить давайте вспомним кстати как с этим option работать то есть сейчас я не могу например просто сказать что результат равен там value плюс 5 так делать нельзя потому что у нас value это option опять это число и мы не можем option и число сложить и самое конечно простое это просто написать он рэп то есть он попытается вытащить значение которое лежит в этом option вот но здесь может произойти ошибка там типа panic поэтому может быть даже имеет смысл использовать такую вещь как on rap or и здесь указать дефолтное значение которое нужно использовать если в этом value лежит нам то есть есть там нам мы используем ноль есть там какое-то значение нормальное мы используем это значение вот и все давайте посмотрим что у нас получится и барабанная драй получается 37 но это еще не все это не единственный вариант того что мы можем сделать мы можем использовать мэйдж и сказать что вот вы или у нас и если это в элью там какой-то содержится нормальная то тогда мы как раз выполняем вот эти вот математические операции если же там ничего нет то это вопрос что делать ну можно просто писать на экран 5 например потому что 0 плюс 5 это и будет 5 вот а может быть вообще ничего не хотите делать если вы ничего особо не хотите делать здесь можно поставить вот такие вот круглые скобки на этом успокоиться то есть в этом случае я могу вот эту вот строчку раскомментировать и посмотрите что произойдет вот это наоборот давайте уберем чтобы она не мешалась вот посмотрим что произойдет ничего не произойдет особо но то есть он просто печатает вот здесь на на здесь он ничего не делает но вот такая форма записи она уж очень громоздкая на самом деле, потому что частенько приходится вот значение это как-то распаковывать и смотреть, что вот только если там что-то имеется, тогда я что-то делаю, если там надо, то ничего не делать. То есть вот так каждый раз дописывать надо, это неудобно. Поэтому есть немножечко более удобная форма записи, которой можно заменить вот такую штуку. Мы пишем и flat, потом мы пишем some a, как и раньше, равно value. По факту это как раз и обозначает вот эту штуку. То есть если мне удалось из value вытащить какое-то реальное значение, тогда делай то, что написано в фигурных скобках. Если нет, ничего не делать. Внутрь, как вы понимаете, мы просто вставляем те же строчки, которые мы видели вот здесь. Хотя при желании здесь можно написать else и сказать, что а вот если не получилось достать, тогда вот печатаем 5 на экран. Но этот else не обязательный. И мы понимаем, что такая форма записи, она короче несколько, чем вот такая форма записи на несколько строчек. Поэтому вот этот и flat, примите, пожалуйста, на вооружение, он часто на самом деле встречается. Давайте проверим, что у нас финальная версия тоже работает. И барабанная дробь, она тоже работает. Если хотите, можете, кстати, запустить форматирование вашего кода. Он так посимпатичнее выглядел. Ну и за сим в принципе все. Ну теперь давайте поговорим о Rustlings. Здесь нас ждет несколько задачек на struct и инам. Если предыдущий стрим не смотрели, то все задачи до struct решите, пожалуйста, самостоятельно, либо там гляньте стрим. Он, в общем, не очень длинный. Ну давайте смотреть, что нам тут предлагается в struct. Первая задачка довольно простая. Нужно просто заполнить все туда, чтобы у нас все это благополучно работало. И здесь несколько вариантов struct, которые мы уже с вами все видели. Первый struct, он такой классический, что есть у нас какие-то поля, которые вот мы можем таким образом задавать. Здесь это цвета в виде RGB. Они всегда записываются от 0 до 255. Из этого мы делаем вывод, что здесь нам подойдет тип данных U8 для каждого такого поля. Значит, завели эти поля. Теперь, естественно, мы можем сказать, что green у нас будет вот эта штука с теми значениями, которые ожидаются. Что значит 0, 255, 0. Это наш с вами первый тест. Он теперь должен пройти. Здесь же у нас, смотрите, другая форма записи, когда поля не именованы. Обратите внимание, что если поля не именованы, мы к ним обращаемся просто по порядковому номеру. В этом плане struct похоже на кортежи. Поэтому тут давайте мы скажем, что у нас просто будет список U8, 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 потому что он опять просто представляет собой цвет в виде RGB. И давайте заведем вот этот зеленый цвет. 0, 255, 0. Вот так вот. На этом все. И последнее. Здесь мы просто хотим создать структуру без полей вовсе. И потом вот так вот ее с помощью Macro.seformat вывести на экран, да там отформатировать. Как это сделать, дорогие друзья? Надо просто скопировать название этой структуры данных, которая нас интересует. И просто ее присвоить следующим образом, безо всяких дополнительных телодвижений. Проверяем, все компилируется, все здорово. Едем дальше. Следующая задачка, она там более-менее похожа на эту. Здесь опять же нам нужно со всеми ту-ду разобраться. Вот здесь у нас есть как раз какой-то заказ, который был сделан по телефону или как-то еще. Здесь есть шаблон заказа. Это, соответственно, функция, которая просто возвращает вот такой вот какой-то шаблон. И дальше наша задача заключается в том, чтобы взять этот шаблон, который вот здесь для нас создается, и его как бы модифицировать. На что они здесь намекают? Они намекают на то, что нам надо использовать нотацию с двумя точками, которые я вам уже показывал. То есть здесь практически все в новом заказе должно быть такое же, как и в старом. Единственное отличие это имя и каунт, потому что здесь каунт 1, а тут у нас каунт 0. Ну, не важно, что это за каунт, а к тому, что там два поля разные. Поэтому мы скажем, что order, поставим две точки, значит, order template. Здесь тогда мы эти поля просто переопределим. И здесь напишем, что тогда string from, ставим вот эту штуку, и каунт напишем 1. Теперь все это дело сохраним, и наши тесты тоже проходят. Классно. То есть еще раз помните, что мы можем создавать структуры на основе других структур. И последняя задачка. Это задачка на implementation, то есть нам нужно добавить implementation для такой вещи, как package, ну, короче говоря, посылка. То есть здесь информация о том, куда и откуда отправляем, какой вес у этой посылки. И тут мы видим, что уже есть метод new, который новую посылку создает. Если вес слишком маленький, мы считаем, что мы такой и не отправляем. Если же все хорошо, мы это дело возвращаем. Теперь нам нужно написать еще два метода, что это международная посылка, и сколько мы должны заплатить за нее. Что касается, интернациональная или нет, здесь каждая посылка создается со страной, и понятное дело, что если страна отправителя не равна стране получателю, то, видимо, это международная посылка. То есть все довольно просто. В данном случае мы должны явно вернуть булево значение. И давайте мы скажем, что, значит, self-recipient не равен self-sender. Если это так, если они не равны, то это международная эта история. В принципе, здесь можно проверить, что как раз вот этот тест, который данный сценарий покрывает, что страны разные, значит, интернешнл. Теперь, что касается тарифов, то есть сколько мы должны заплатить. Здесь, соответственно, у нас будет параметр центы за каждый грамм посылки. И, соответственно, дальше мы просто берем вес посылки и умножаем на вот это значение. То есть, к примеру, если у нас 3 цента за грамм мы платим, и посылка весит сколько тут? Полторы тысячи. То, значит, должно быть 4,5. Ну, то есть полторы тысячи умножаем на 3. То есть тоже, скажем, прямо ничего сложного. Поэтому тут мы, наверное, должны вернуть тоже U32, потому что отрицательным это значение быть не может. И мы скажем, что вес умножить на центы за грамм. И это дело вернем. Проверяем. Все работает классно. Ну, и давайте посмотрим несколько задачек по инам. Они тоже не сложные, но полезные, чтобы это дело все закрепить. Здесь никаких подсказок нет, но это задачи элементарные. Здесь нам нужно сделать так, чтобы месседж имел в себе вот такие вот возможные значения, которые мы с вами можем просто на самом деле написать безо всяких проблем. Сохраняем. И барабанная дробь теста проходит. Едем дальше. Ну, тут задача заключается в том, что нам нужно, чтобы это все дело компилировалось. То есть, чтобы у месседж был move с такими полями, значит, эхо со строкой. Здесь такие значения, здесь просто куин. Чтобы это у нас все замечательным образом работало. Дальше он просто берет вот этот массив из инамов и на каждом вызывает кол. То есть, этот имплементейш у нас уже на самом деле есть. Ну, давайте начнем. Значит, для move он ожидает найти x и y. Предположим, что это будет u8, потому что у нас тут нет строгих требований. Что касается эхо, там он ожидает строку, как мы видим на 23-й, да. ChangeColor, он ожидает тут найти просто набор каких-то цифр, поэтому мы скажем u8, u8, u8. И quit он просто и в Африке quit. Ну, то есть, теперь он понимает, о каком типе данных идет речь, и тесты у нас тоже проходят, с чем я вас опоздравляю. Осталась у нас еще одна задачка на сегодня. А здесь намеку посложнее, но тоже, опять же, надо заполнить туда. Обратите внимание, что у нас есть сразу и инам, и просто структура данных, ну, это координаты, ну, и есть у нас некий state, который все содержит вот эту точку, и в зависимости от там сообщения, как мы сейчас увидим чуть ниже, нужно там что-то делать. Как это все мы хотим задействовать? Мы создаем некий state, значит, что у нас есть какая-то точка, цветы сообщения, которые мы хотим вывести, и потом относительно этого state мы вызываем метод process и говорим, сделай вот это вот. Причем здесь мне сдается, что этот месседж очень похож на то, что мы только что делали. Единственное, здесь у нас move выглядел так, но в данном случае у нас уже есть отдельный point, который описывает координаты, поэтому сейчас мы это немножко модифицируем, но в целом этот месседж суть всем очень похож на предыдущий. Поэтому ставим его сюда, но координаты они вынесли в отдельную структуру, поэтому не поверите, здесь мы можем написать point. то есть у нас между собой и нам экстракт могут перекликаться, то есть одно можно использовать в другом и наоборот. Эти все методы с ними все хорошо, они уже готовы, но они хотят, чтобы мы process дописали. То есть в зависимости от того, какую команду нам отдают, да, какое сообщение, мы должны там что-то делать. То есть, например, если change color, то мы должны цвет изменить. То есть иными словами, нам нужно сделать match относительно вот этого сообщения. Давайте начнем с change color. Здесь нам потребуется опять с вами распаковка, то есть RGB, вот эти три значения, да, взять. И если нам говорят change color, то у нас есть уже для этого метод. Вот он. То есть мы просто его сейчас вызовем. Вызывать мы его будем на self, скажем change color, и передадим туда кортеж. Вот он, этот кортеж. Поэтому здесь нужно еще круглые скобки поставить и написать RGB, потому что это именно кортеж, а не что-то еще. Другой сценарий. У нас есть message echo, но здесь просто строка. Поэтому эту строку, ну или давайте напишем текст, мы возьмем. И на self мы вызовем эхо. 38-я строка. Давайте вот так это сделаем. Но остается всего два возможных варианта. move, он принимает вот другую структуру данных, которую мы тут тоже просто вытащим. Move position 42-я строка вызываем. Передаем сюда эту точку и все. Ну а последнее, самое простое, quit, там никаких дополнительных нету данных. Мы скажем просто quit. Это вот такая вот вещь. Тут просто ставим круглые скобки и все. Запятую. Тут можно точку запятую тоже поставить, уж мы ничего не возвращаем. На этом моменте у нас, в принципе, задачки все сделаны. В качестве самостоятельной работы я вам, во-первых, советую еще раз все это посмотреть, попрактиковаться состракт. И, пожалуйста, потратьте там 15-20 минут на то, чтобы решить задачки, связанные со строками. Про строки мы уже говорили, ну, достаточно подробно, чтобы вы могли эти задачи решить. Там ничего сложного нету, я их уже смотрел. Вот, то есть, тут надо вспомнить, что чем отличается стринг от слайс, что там, как эти слайсы делать, когда, что и как используется. И тут предлагается вам немножко посмотреть документацию на стринг и поискать методы, которые могут там обрезать строку, заменять информацию в строке и так далее. Короче, абсолютно ничего сложного. Вот это тогда оставляю вам на самостоятельную работу. Ну, а на сегодня это все, дорогие друзья. Исходный код можно, как обычно, найти на гитхабе. Ставьте, пожалуйста, лайки к этому видео, это очень важно. Ну, и тогда увидимся в следующих уроках. Субтитры сделал DimaTorzok